Печь это очень простой предмет, в котором идут очень непростые процессы. Выяснили очень интересные вещи, когда математически смоделировали эти процессы, которые в них идут, и поняли, почему печи прогорают, почему есть определенные нарекания. Не будем углубляться, будем говорить максимально просто, чтобы потребитель не выключил. Сказал, ой-ой-ой, умник, очередной что-то рассказывал. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в гостях, но все равно приветствуем вас на канале Фарнакс Филм. В гостях мы в Новосибирске на легендарнейшем заводе ТМФ. Завод, который свою историю начал уже больше 20 лет назад. И этот завод сейчас представляет в едином лице Константин Евгеньевич Бессонов. Константин Евгеньевич, здрасте! Здрасте, Евгений! Спасибо большое, что пригласили в гости. У нас сегодня с вами немножко необычная беседа, необычная она для моего формата. На самом деле, когда я готовился к ролику, я посчитал своим долгом представить своего собеседника сегодняшнего во всей красе. Потому что просто озвучить, что это главный конструктор компании ТМФ, что это владелец торговой марки, одной из самых известных на печном рынке не только в России, но и за рубежом. На самом деле, это человек очень скромный, поэтому я сегодня буду выступать в роли его импресарио и представлю его во всей красе, озвучу все его регалии, и мы поймем, кто на самом деле стоит за созданием огромного количества нововведений в топичном рынке, не только отечественном, но и в принципе во всей этой отрасли. Сергей Евгеньевич, как вообще так получилось, что вы, инженер-механик по самолетостроению, попали в печкостроение? Ну, как говорил на наших все Александр Сергеевич Пушкин, случай бог изобретатель. Мы в 1982 году познакомились с Юрием Степановичем Левчуком, который когда-то, далеко-далеко, это было, наверное, в 2000 году, пригласил меня попробовать силу в этом экзотическом для меня тогда направлении. Вот я согласился, мы начали с ним вместе работать, определенный период работали вместе, за что я, наверное, очень благодарен. Ну, а дальше, вот я понимаю, что бы я ни делал, я немножко в душе делаю самолеты все-таки, да, поскольку это основная специальность любимая, и очень много на самом деле знаний полученных и во время образования, и во время деятельности по основной специальности, я здесь много применю. Вы же работали на станкостроительном заводе, и я знаю, что вы довольно долгое время не могли оставить вот это вот машиностроение большое, крупное. Я его никуда не оставил, есть еще один проект, но он вряд ли будет интересен нашим зрителям, да, но мы занимаемся очень многоемкой отраслью машиностроения единственной в России. Мы делаем тяжелые свайные гидравлические молота, которые в России кроме нас никто не делает, и которые являются по производительности и экономичности, как говорят, ну, лучшими в мире, по крайней мере, одними из самых лучших в мире. Но это не о том разговор сегодня, сегодня о печках-шмечках. Да, печки. Перед нами вот даже сейчас четыре печи, которые в свое время стали, ну, такими знаковыми для печного рынка, для компании стали эпохальными, ну, а для вас, наверное, кое-что стало любимым детищем, которое вы и защищали, в том числе патентно, и лелеяли, и внимательно следите за ее судьбой на рынке. Ну, это история уже в моей жизни уже более 22 лет, да, наверное, главное дело в моей жизни как-то стало, да, и я что-то вспомнил такой момент, что когда вот в 2000 году я знакомый говорил, где я работаю, я говорю, я делать печки пошел. Ну, реакция была примерно такая, ну, это, как я бы сказал, ну, я пошел собирать бутылки, не знаю, да, вот издавать, ну, вот. Но, тем не менее, как-то вот за эти 20 лет вот из такого непонятно-малопонятного занятия отрасль превратилась все-таки в очень такой существенный бизнес, где вкладываются большие интеллектуальные ресурсы, финансовые ресурсы, творческие, безусловно, да. И, понимаете, вот есть такой момент, вот я где-то читал, что вот не мы себе отводим роли случайности, это что-то очень древнее, то ли эпиктет, то ли кто-то из этих сказал, да, что роли отводим себе не мы, а кто-то свыше. Но та роль, которую ты на себя взял, ее играть надо очень хорошо. Неважно, кто ты, не знаю, там, генеральный конструктор космических кораблей, или конструктор вот этих печек, или дворник. Вот ты играй ту роль, которая тебе отведена, хорошо, вот. И наслаждайся жизнью, потому что самое главное, ценность жизни, это время все-таки, не деньги. Деньги приходят, уходят, а время только и уходит. И жизнь должна быть наполнена, ну, какими-то очень хорошими эмоциями, вот. А на работе мы проводим огромную часть времени. Поэтому вот я хочу, вот так же, как и я, вот я на работу в понедельник, иду с таким же удовольствием, как в пятницу домой. И я думаю, что в самой немудрящей, на первый взгляд, отрасли, допустим, ну что такое печка, коробка с трубой, с дыркой для того, чтобы закладывать по линии, можно найти очень интересные решения, и найти применение для любых видов творчества, которые, скажем, в человеке. Вот сегодня я бы хотел поговорить об эволюции, ну, вот этих вот отопительных печей, которые перед нами стоят. Мы выбрали наиболее знаковые, на мой взгляд, этапные, такие поколенческие, что ли, изделия, которые на десятилетия определили, как бы, вектор развития отрасли в этом направлении. Но вообще, я хочу что сказать, вот любая техника развивается по одному направлению, по пути усложнения конструкции и упрощения эксплуатации, будь то телефон, будь то печка, будь то автомобиль. И вот эта участь, в общем-то, не миновала, и вот эти вот довольно простые предметы, о которых мы сегодня говорим, и которыми я вот уже там 20 лет своей жизни занимаюсь. Но я что хочу сказать? Несмотря на то, что вот эти предметы очень простые, то вот, как бы, простых дел-то на самом деле в жизни не бывает. Но я могу такой пример привести. Ну, каждый, наверное, дурак может пнуть футбольный мячик. Но мало кто может управлять спортивным самолетом. Ну, вот стать, не знаю, чемпионом по футболу, ну, ни капельки не проще, чем стать чемпионом по самолетному спорту. И тут, как бы, дело даже не в деньгах, не в бизнесе. Да, я, наверное, не совсем бизнесмен, я некая компонента бизнеса. Но всегда интересно ставить перед собой творческие задачи. Такие, ну, вот, чтобы самому было приятно. И, наверное, главный такой критерий – это получение удовольствия от работы. И, наверное, есть еще более такой объективный критерий. Ну, ты эту тему начал про историю, я думал о железках только говорить. Что вот один критерий, не знаю, успешности, неуспешности творческого человека, вот это, наверное, вот много ли людей, которым я искренне завидую в профессии. Ну, вот, я за этим очень ревностно слежу, да, вот, если я тому-тому-тому завидую, надо подтягиваться. Если это количество, кому я завидую, уменьшается, ну, все нормально. Если их много становится, ну, что-то я отстаю, да. В нашей сегодняшней беседе, точнее, в вашей речи уже несколько раз прозвучали отсылки к вашей истории, к вашему образованию. Самолетостроительный факультет. Конечно, ССФ чемпион, да. Да, поколение, несколько поколений печей, несколько поколений самолетов. И перед нами сейчас действительно четыре поколения печей. Все сейчас стремится вот к определенному совершенству. Ксения Евгеньевич, я знаю, точнее, я был свидетелем того, как в середине 2000-х годов формировалась ваша производственная база. Я впервые увидел, как робот варит печку именно на производстве ТМФ. Это тоже было уже почти 20 лет назад. Эти технологии помогли вам достичь вот этих высот, то, что действительно было задумано, может быть, даже долгие годы, долгое время назад, и превратить в какое-то изделие, вот, совершенное, на ваш взгляд. Ну, видите, совершенного изделия не бывает, и, как бы, да не бывает ничего совершенного. Это утопия, это бред просто, что может достичь некой вот точки, где история прикатила течение свое. Как только кто-то на рынке полагает, что его изделие самое совершенное, история прикатила течение свое, то тут же находятся какие-то ушлые ребят, которые говорят, а у нас лучше, да. Я это наблюдал на нашем рынке, на других рынках, так что, вот, как говорил основатель Intel, не помню, кто, как бы его, как звать, простите меня, ну, посмотрите, он постоянно говорил, что выживает только параноики, ему снилось постоянно, что за ним гонится, вот прямо такое, да. Я в этом состоянии прибавил постоянно. Оно нормальное, да. Вот, ну, кто-то когда-то мы опережаем, когда-то нас опережают. Это нормальное соревнование. Я повторяю, что к этому рынку подключено огромное количество интеллектуальных финансовых ресурсов в настоящее время, в отличие от, там, тех 20-25 лет назад, да. А когда на производстве максимальным образом используется дорогостоящие оборудование, дорогостоящая оснастка и дорогостоящие технологии всякие разные, а роль человека там уменьшается, 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 но это тренд, мы ничего с этим не сделаем, то, в общем-то, мы свою производственную базу развивали именно в эту сторону. Да, это холодная вытяжка, да, это роботизированная сварка, да, это численное какое-то вот компьютерное моделирование, которое мы применили еще там довольно давно, в девятом году начали. У нас есть серьезная расчетная группа, которая позволяет сократить сроки проектирования. Мы куда денемся? Мы в тренде находимся. Точно так же и все участники рынка российского, ну, к которому мы приложили немножко усилий для развития, идут именно в этом тренде. Вот. Ну, давайте уже о печках. Да, давайте мы печной тренд проследим. Ну, мы сидим ностальгируем, а зрителям это нафиг не надо. Когда уже там на железе? Слушайте, ну, с чего все началось? Вот, смотрите, у меня есть такая книжечка, тоненькая-тоненькая книжечка. «Осень-зима 2006». Это не первая далеко. Да, это далеко не первая, но это при мне одна из первых книжечек, когда я работал в этой компании. И уже здесь, уже здесь куча интересных изделий. И появилась огромная статья о новинке, о воздухогринном котле профессор Бутаков. Сейчас мы проследим, наверное, да? Да, конечно. Как доходили до этой статьи? Что здесь осталось актуальным? И что нового удалось привнести вообще в процесс обогрева помещения? Ну, хорошо, давайте. Я бы немножко раздел все-таки некие рекламные заявления, потому что они имеют своей целью привлечь внимание, удержать внимание покупателя. Сегодня я бы хотел немножко в другом ключе поговорить. Не то, что там вот что-то мы хотим продать. Это без меня на YouTube этого добра хватает. Я бы хотел абсолютно абстрактно что-ли поговорить. об эволюции, ну, такого предмета нашего обихода, как вот отопительные печи. Да простят меня зрители, я все-таки представил печи нашего производства. Я думаю, имею на это право, да? Давайте о чем поговорим. Ну, наверное, вот да, Евгений совершенно правильно сказал. Здесь, на мой взгляд, представлены печи четырех поколений, которые внесли довольно большой вклад в развитие этой отрасли, я не побоюсь этого слова, уже промышленности новой российской. Они обладают определенными параметрами фундаментальными, что их совершенно четко идентифицируют друг от друга, и на основе которых есть, ну, сотни, тысячи конструкций производятся. Кстати, сразу хочу сказать, что есть два типа дровяных отопительных печей. Это печи с футированным теплоизолированным топливником. Об этом мы сегодня говорить не будем. Это отдельный рассказ может быть. И есть другой тип печей с нетеплоизолированным топливником. Если в первом случае там задача изолировать максимально стенки топлива и поднять максимальную температуру горения, зачем это делается? Ну, не в этой программе будем говорить. То у этих же печей, вот четыре поколения я бы их назвал, задача максимально охладить стенки топливника. И, в общем-то, наверное, по именно этим критериям можно вот эти печи разделить. Мы не говорим о торговых марках или производителях конструкции. Здесь представлены четыре наиболее характерных способа охлаждения топливника с целью нагрева в жилище. Это древнейшая задача. Ну, нулевое поколение, я бы сказал, это костер, перетащенный в жилище. Это камин. Открытый камин, который греет излучением. Это костер. И вот от него, наверное, будем отталкиваться. В чем же разница в этих изделиях по такому главному параметру, как комфорт отопления жилища? Если вот костер, костер, он камин, открытый классический камин, он греет 100% тепловым излучением. Ну, вы представляете, что когда мы сидим на морозе, вот горит костер, абсолютно все холодно, воздух тепловым излучением не греется, за исключением трехатомных газов от воды. Все остальные газы не нагреваются. Но нагревается твердая поверхность. И вот мы сидим, замерзли, тянем руки к костру. У костра, это немножко грубо мы говорим, практически 100% полезной тепловой мощности выделяется в виде теплового излучения. Это то излучение, которое мы чувствуем лежа на пляже. Солнце нас лучит. Воздух холодный может быть, а нам очень жарко. Этому боку жарко, который к солнышку или к камину, к костру. А дому богу холодно, и вообще холодно. Камины когда были? Когда в замках даже окон не было? Что там нагревать, когда сквозняки гуляют? Таким образом, костер, будучи прародителем всех отопительных печей, он практически всю свою тепловую мощность выделяет тепловым излучением, тепловыми лучами, инфракрасными лучами. Но это ведь не очень комфортно, понимаете, что один бок изжаренный, а другой бок замерзает. И поэтому, в общем-то, развитие тепловых приборов, тепловых приборов, шло по очень интересному параметру. И его не избежали вот эти печи, которые мы будем обсуждать. Это структура полезной тепловой мощности отопительного прибора. Если костер, я уже третий раз вам повторяю, извините, я не опытный ютубер, он излучает, то вот эта вот буржуечка, одноконтурная, причем неважно, либо она нарублена просто из каких-то листов стали, сделана из бочки, либо она отлита из чугуна и воспета сотнями блогеров. Тепловая структура тепловой мощности в ней не меняется. Она порядка трех четвертей своей тепловой мощности отдает в виде излучения. Будь то самая простецкая буржуйка из бочки, которую, я не знаю, кочевые народности применяют, вплоть до самой дорогой чугунной буржуйки. Она лучит. И три четверти тепловой мощности буржуйка отдает излучением. И лишь, скажем так, около четверти, мы будем оперировать четвертями, половинками, это более понятно, дело не в процентах, эта печка отдает излучение. Ну, буржуйка, вот хорошо буржуйка, когда пришел в вымороженное помещение, растопил, и вот к ней уже руки тянутся, все, да, потом начинает немножко напрягать, что-то вот как-то вот одному боку горячо, другому холодно. Люди додумались. Вот хорошая штука конвекция. Сразу забегая вперед, спойлерю, вот самое лучшее, что есть для отопления, до чего люди додумались, это, ну, вот каждый видел радиаторы отопления. Вот у них структура тепловой мощности, она поставлена как бы с ног на голову и с головы на ноги. Излучение от них, ну, не более 20-25%, я числал, что где-то 77-80%. А основная доля это конвекционный нагрев воздуха. То есть можно сидеть рядом с современным радиатором и не чувствовать никакого излучения, а в помещении абсолютно тепло. Так вот, я вам такую тайну скажу, что вот эволюция вот этих поколений печей, она прежде всего для потребителя шла этим путем. Мы не говорим об эстетике сейчас, мы говорим там, какой бренд лучше, какой хуже, наплевать на это все, не важно, да. Самая главная вот эволюция печей это структура тепловой мощности. И чем дальше продвигалась печь по пути своего эволюционного развития, тем большая доля конвекции в ее тепловой мощности доминировала. И я скажу вот так, костер 100% тепловой мощности излучения, буржуйка 3 четверти тепловой мощности излучения, вот эти вот трубные печи. Булерьян, все это знают печь как Булерьян. Булерьян и Бутаков где-то 50 на 50 тепловой мощности излучения и конвекции. И вот этот вот огонь-батарея, ну, наверное, можно назвать ее печь четвертого поколения, раз, два, три, четыре. Она по тепловой мощности, по воздействию на помещение очень напоминает батарею, не только внешнюю. И поэтому, когда вот я ее стилизовал, был такой этап, а под что ее нарядить-то внешне, когда мы просчитали все, то чугунную батарею всем известную. такая и получилась. Вот. Это, пожалуй, главное, чем отличаются вот эти печи. Можно делать их разного дизайна, разной стоимости, разное еще чего-то, да? Ну, я скажу, что, как инженер, не знаю, там, вот я почему я позволяю рассуждать. Ну, сидит чувак, там, печки какие-то, коробки, там, барабаны, железная партия, что он вообще понимает? Ну, нет, я на самом деле самолетчик, и на самом деле карьеру в промышленности закончил главным технологом станкостроительного ведения Новосибирского. И я понимаю, что вот как бы по сравнению с станком, самолетом, печь это очень простой предмет, безусловно, ну, коробка, да? Но мне понравилось такое определение, что печь это очень простой предмет, в котором идут очень непростые процессы, которые даже бывают удивительно интересные, даже контринтуитивные, мы про это поговорим сейчас. Допустим, на примере, когда мы проводили математический анализ вот этих вот, безусловно, выдающихся изделий Булерьяна и Бутакова, кстати, вот, интересно, буржуйка, Булерьян, Бутаков, такие бу-бу-бу, да? Интересно. Вот. То выяснили очень интересные вещи, когда математически смоделировали эти процессы, которые в них идут, и поняли, почему печи прогорают, почему есть определенные нарекания, да? Я вот начал с излучением, допустим, вот у меня вот потребители говорили, что вот у меня стояла раньше Бутаков, и рядом стояла стиральная машинка, вот, и чтобы стиральная машинка не нагревалась до каких-то там высоких температур, то самое теплоизлучение, как от костра, да? Он ставил бутыль с водой, и она у него нагревалась, и когда он поменял Бутакова на батарею, огонь-батарею, он также поставил привычную бутылку, она холодная, черт побери, что происходит-то? Я говорю, ну так то и происходит, мы тут думали хорошо, чтобы печь три четверти полезной тепловой мощности переводила в конвекционные потоки, как батареи, как масляный радиатор, чтобы все рядом можно было сидеть, стоять там, ходить, и чтобы ляжку не жгло, что называется, да? Ну, собственно, вот, наверное, главные потребительские отличия вот этих поколений печей в структуре тепловой мощности между излучением и конвекцией. Не будем углубляться, будем говорить максимально просто, чтобы, ну, потребитель не выключил, сказал, ой-ой-ой, умник, очередной там что-то рассказывал. Короче, чем современнее печка, тем с ней более комфортно. Это никак не зависит, повторяю, от стоимости, от надежности, от брендирования. Вот буржуйка одноконтурная, из чего бы она не была сделана? Из бочки или из чугуна там суперклассного? Она лучит, вот и все. Она излучение воздуха практически не нагревает, она нагревает своим излучением предметы, причем интенсивность облучения, как на школе учили физики, ничего не изменилось, обратно пропорционально квадратного расстояния от источника излучения до предмета, который излучает. Поэтому, как греет такая буржуйка, любая, дорогая, дешевая, неважно, она излучением нагревает стены рядом, потом от стен начинает нагреваться воздух. Короче, излучение, вернее, нагрев излучением, он крайне неравномерен в помещении. Но это как бы костер такой. Любой экран, здесь вот стеночка буржуйки, это один экран. Вот экран, он нагревается, нагревается огнем горячего топлива. Если костер, камин, ему ничего не препятствует, прямо греет все, то буржуйка, один контур, экраном, снижает это излучение в два раза от костра. Ну почему? Потому что эта стенка нагрелась, она излучает как в помещении, так и внутрь. Как ни странно, да, внутрь. Вот, поэтому все конструктивные усилия конструкторов печей были примерно туда направлены, интуитивно понимали, ничего хорошего, когда вот излучение, да. Ну давайте поговорим про следующее поколение, вот эту, безусловно, легендарную печь, которую сейчас производят сотни, наверное, производителей. Кто только не оттоптался, все кому не леют. Вот. Кстати, вот про эту эволюцию изделий нашего печного рынка мы когда-то с Андреем Генриховичем Богаченковым, руководителем нашей расчетной группы, написали вот такую статейку, она называется «Как мы проектировали огонь батареи». В интернете она висит, найдите. Здесь вот, ну, как бы буквами и цифрами все это описано, то, что я здесь говорю. Вот. Печь абсолютно легендарная. Она, я ее впервые услышал с таким логаном, как-то слоган, да, слоганом «Канадский ответ холоду». Вот. И я был, как и многие, 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 убеждены, что это изделие канадское некое чуде. Почему-то вот армянское звучание немножко, ну, какой-то армянско-канадское какая-то вот ответ холода такой, да. интересно, хочу сказать сразу. Мы, когда выставлялись на выставке в Америке, в Salt Lake City, HPBA, там было очень много канадцев. Вот. Я, наконец-то, решил, сейчас я узнаю, где там Булерьян. Я говорю, что вы канадцу понаделали? Они, смотрю, что это такое? Первый раз вижу. Да, мы первый раз видим. Я говорю, не-не-не-не-не, это канадский, это холоду. Говорит, не, вы что-то путаете, значит. Но интерес в том, что на самом деле, что на североамериканском континенте, дотянуться, все от нее отказались. Мы не знаем, что это такое. Вот. Так что это вот некий имидж, что это такая вот незатейливая штука, на которой там канадские лесорубы брутальные носки сушат, там в избушке она стоит как-то. Ну, в общем, вот таким образом нет. Это легенда. Мы, по крайней мере, не обнаружили. Если вот зрители скажут, что я вот в Канаде и тут вот такого навалом, ну, исправлюсь, принесу извинения. Вот. Ну, давайте о ней поговорим немножко об этой печи. Действительно, эпохальная печь, она гениальная, она интересная. В чем ее гениальность? Ну, вот мы начали с технологии у нее. Для того, чтобы ее сделать, вот ничего на самом деле не нужно, кроме трубогиба и сварочного аппарата. Ну, как бы вот так, согнул трубу, сварил, сделал там полосочки, донышки, и все, радуйся. Вот. Но при всем при этом, при всем при этом, у нее есть, ну, некоторые такие выраженные особенности. Особенности, безусловно, да. Да, она, наверное, очень стильная, да, она, наверное, вот такая вот прикольная. Но смысл в чем? Что, как я говорил уже, люди удовлетворяют свои потребности в чем бы то ни было, исходя из того, какие технологии у вас есть. Ну, если у вас есть старая бочка, там, не знаю, из-под краски, ну, сделайте буржуйку. Если у вас есть какая-то труба, вот, ну, нагните трубу, нарежьте, сварите, и будет вам счастье в виде булериана, да. Но, вот, вы же понимаете, что если есть технологии очень хорошие, какие-то другие, да, но мы же не видим отопительные радиаторы, высокотехнологичные, в форме вот труб. Или мы не видим, скажем, блоки охлаждения, процессоров, ноутбуков или стационарных компьютеров в виде труб. Ну, что-то вот не то, да, значит, труба, наверное, не лучшее средство для отопления. Это можно вот посмотреть, но нигде, кроме вот... как повод задуматься уже... Почему вот люди не взяли и трубами этим не охлаждают, ну, вот, все, что я сказал, компьютеры там какие-то, там процессоры и так далее. Не просто так, потому что тут есть некая засада. Это засада, я говорю о теплотехнике, я говорю еще раз, эта печка замечательная, гениальная, чудесная, но при условиях ограниченности абсолютной технологии. Вот трубу с огней, сварочником, привари как-нибудь, носки суши и будь счастлив, да? Вот. В чем проблема? Эта проблема касается и булирияна, еще в большей степени касается вот Бутакова и Бутаклонов. Я говорил, немножко забегая вперед, мы вывели на рынок изделие вот это вот, профессор Бутаков, после моей встречи, ну такой тоже судьбоносной, с ныне покойным инженером Евгением Юрьевичем Зубкевичем, который вот эту печь сконструировал, но сразу скажу на должное отдать, что принцип придумал не он при всем огромное уважение к Евгению Юрьевичу и том вкладе, который он нес в развитие патент, на эту печь появился лет за пять раньше, чем его патент, это тоже открыто, можно посмотреть, да, он привнес задние трубы и передние трубы, а вот это переплетение труб, характерное для Бутакова и Бутаклонов, оно появилось в патентной базе где-то на пять лет раньше, да, вот, но тем не менее, повторюсь, что вот были такие судьбоносные встречи, одна из них, это с глубоко уважаемым мной Евгением Юрьевичем, ну немножко мы с ним конфликтовали, но это живые люди, все темпераментные, все амбициозные, с кем не бывает, без этого неинтересно, да, 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 вот, и я вспоминаю его исключительно, как бы, добром, что называется, так вот, в чем проблема труб, ну вот, я иногда аэродинамику я хорошо изучал, у меня была пятерка технотехника, была пятерка в институте, как бы, и вот мы, что-то вот чувствую, что-то вот не то там, да, в трубах, интуитивно, вот, и в чем оказывается дело, что вот трубы, они прекрасно работают в котлах, у которого там на три порядка теплоотдача по воде, она выше, чем по воздуху, воздух очень плохо охлаждает, что бы то ни было, да, вот, и получается, что вот эти трубы, когда предполагается идея какая, что мы огнем нагреваем трубы, туда поступает холодный воздух, и по трубе нагреваясь, выходит уже вот горяченький, что здесь, что здесь, но не так все просто, когда мы, повторяюсь, рассчитали все эти вещи и наложили некую эмпирику уже девятилетнего опыта эксплуатации вот этого печи профессора Бутаков, там все срослось, вот эти наши рекламации, где печи прогорали, где чего, да, выяснилось, что, что в топках, в топках, вот это можно посмотреть любой учебник, там, не знаю, по теплотехнику, Кутатиладзе взять, допустим, учебник, настольная книга любого теплотехника, я думаю, там на конвекционный нагрев газами, газами, вот этими пресловутыми горячими газами отводится, это не мной, это в учебниках написано, не более 15%, основную долю теплоотдачи от горящего топлива к стенкам топливника передает излучение, но это более 80%, да, и получается, что, что, вот этими углями, лежащими снизу этой печи, да, трубы нагреваются очень сильно в нижней части, затем, теплопроводность по металлу очень высокая, эти трубы нагреваются очень высоко, по всей длине, и получается, что, ну я повторяю, в статейке это написано буквами, это наиболее въедливые люди могут это почитать, на определенной протяженности трубы происходят удивительные вещи, что температура трубы внутри печи, вот вставленная, она превышает температуру горящих газов внутри топки, то есть, повторяю, труба нагревается излучением, становится очень горячей, воздух, двигаясь по трубе, сперва охлаждает ее, а потом внутри трубы температура воздуха выравнивается с трубой, и там воздух уже ничего не охлаждает, ну понимаете, если труба 400 градусов, воздух 400 градусов, то что он будет охлаждать, не будет, и происходит такая удивительная штука, допустим, это к профессору Бутакову относится в большей степени, вот эта вся чудесная архитектура, очаровывающая людей, она практически бесполезна, она не греет газ внутри печи, вот это сплетение, знаете, чудесное, она греет топочные газы, то есть газы в топке холоднее, чем температура труб, и зачем тогда все это надо? Ну красиво, там вот трубы, кольца, все это привлекает внимание покупателя. Когда мы все это тщательно исследовали, смоделировали, я долгие годы хотел печь модернизировать, я помню, что вот я, не помню все, но я насчитал 47 недостатков по печи, профессор Бутаков, тут 47, выписывал за 9 лет, вот, и так ее модернизировал, и сяк, потом понял, что в ней вот эта вот трудная схема охлаждения, она имеет, при всей ее такой популярности, что ли, да, и про статье, она имеет некий врожденный порог, о котором я написал, но вот эта статейка, она уже 12 лет ходит в интернете, она подвигалась самой-самой пристальной критике разных недоброжелательных умных людей, но вот не получилось, там все корректно, Привет, форум хаос. Да-да-да-да-да, ух, там на нее накидывались потом на огонь батарею, да? Для наших зрителей я, наверное, поясню, потому что при создании этой печи учитывали тот момент, что часть поверхности конвекционных труб у булерианов находилась снаружи. Да, но они излучением отдавали. Да, они излучением отдавали, но... И охлаждались получше. Якобы было очевидно, что эффективнее будет работать печь, если мы всю поверхность труб поместим внутрь раскаленной коробки и тем самым будем снимать еще больше тепла. Это работало бы в двух случаях. Если трубы наполнить А водой, Б убрать излучатель в виде вот этих углей горячего топлива наполнить горячим газом. Но это сферические кони в вакууме, это нифига не работает. Ну, то есть математическое моделирование подтвердило... Подтвердило то, что мы 9 лет наблюдали за этим. И поэтому с точки зрения конструктива, с точки зрения конструктора, ну, вот эта тема трубная она себя исчерпала. И в определенный момент в начале 9-го года я понял, ну, хоре, уже вот ну, все, неинтересно. К тому же ну, у нас уже как Евгений сказал уже была достаточно серьезная производственная база на которой мы изготавливали печи. И поэтому мы просто сняли вот эти технологические ограничения в виде трубы такой трубы сякой, да. И я просто посмотрел, что происходит в мире-то. И увидел, что в мире вообще царствуют радиаторы. И тут интересная такая штука еще есть. Она, наверное, контринтуитивная. Вот я по-простому постараюсь сказать. Вот тепло лучистое в металл воздушной печи очень хорошо входит. Но при воздушном охлаждении очень плохо выходит, да. И для того, чтобы увеличить тепловую эффективность поверхности печи, вы помните, мы обсуждаем печи не с футированным топливником, а с охлаждаем, максимально охлаждаемой. То есть задача конструктора максимально охладить. Вот сейчас я понимаю, как накинулись куча комментаторов, там, а, вот, там, дожик, там, частота дыма, про это тоже можно поговорить. У меня есть очень интересный вопрос. Я с удовольствием на них отвечу. И задача охладить. Но если мы технологически уже отвязались от этих труб, а можем сделать не то, что можем, а то, что нужно, вот тогда мы начали делать вот это изделие, которое вот имеет название огонь-батарея. Ну да, такая батарея, наполненная огнем, почему бы нет. Которая, я сказал, по своим телотехническим свойствам, по теплоотдаче приближалась к современной батареи-радиатору. Но очень интересно оказалось исследование, каким образом происходит вот слово впитывание тепла. Ну, для нашего разговора подойдет. Тепло железа очень хорошо, сталь, безусловно, сталь, металл любой, очень хорошо впитывает теплоизлучение. И поэтому вот я, допустим, вижу некие конструкции, люди, которые еще не вышли из этого плена понимания, начинают развивать внутренние поверхности топливника, делать там какие-то, ну, те или иные увеличения площади, какие-то волнистые поверхности, какие-то туда заводят вот в топку выступающие элементы. Ну, неважно, рёбра, как назвать, это эмоциональное название, развитие поверхностей нагрева внутреннее. Ну, когда они почитают немножко учебники по теплотеке, они поймут, что этого делать не надо. Вот тепло и так хорошо впитывается. Для примера я проиллюстрирую, ну, к сожалению, здесь нету, я не взял. Вот посмотрите, любой радиатор, электронный, скажем, ну, тот, который ничего-нибудь там охлаждает, та поверхность, которая прикладывается к охлаждаемому элементу, нагретому, она какая? Ребристая или плоская? Плоская. Плоская. Потому что тепло прекрасно заходит в металл, да? А вот из металла тепло на воздух выходит очень плохо, да? Ну, выходит двумя путями, грубо, там немножко сложнее, ну, грубо, излучением тепловым и конвективным нагревом. И поэтому любой радиатор в сечении имеет форму такой расчески, да? То есть вот та поверхность, куда вот заходит тепло, она плоская, ее не надо развивать. Там, посмотрите, вот формулы элементарные вот эти. Там тепло идет, вот страшным потоком загоняется. Тепло очень плохо выходит из металла на воздух. И поэтому требуется количественно развивать поверхность. Вот. И поэтому все радиаторы так выглядят. Загляните в свой системный блок, посмотрите на кулер процессора. Это просто что-то ершистое такое. Ну, труп от Булерьяна и Бутакова вы точно не увидите. Там вообще никаких трубчатых конструкций, да? Не просто так. И поэтому я понял, что печь должна развиваться в сторону радиатора. И та самая главная проблема, которую мы говорили, что воздух, проходя по горячей трубе, на определенной высоте температура воздуха внутри трубы выравнивается. и уже непонятно, что там кого греет. То ли труба воздуха, то ли воздух трубу. Вообще там ужас с точки зрения расчетов. Но вот эти изделия, они довольно тупиковые. Кстати, еще хотел сказать, знаете, вот у Булерьяна из недостатков сервисных есть отсутствие зольника. И их продавцы, я помню прекрасно, когда вот это изделие вытесняло вот это с рынка, они говорят, о, это нет проблем, надо топить на зольной подушке. Зольной подушке. Перевожу на язык теплотехники. Теплопроводность золы в 400 раз ниже, чем теплопроводность стали. Что мы делаем с зольной подушкой? Вот любителям, фанатам вот этого хорошей старой печи. Мы под дрова покладываем теплоизолятор. То есть там вроде есть теплообменные трубы, которые должны нагреваться топливом. А продавец нам сказал авторитетный, топите на зольной подушке. Так не прогорит. Да, не прогорит, но и тепло-то передаваться не будет. То есть зола это великолепный теплоизолятор. Знаете, золонаполненные всякие строительные элементы там домотканые, да? Вот зола великолепный изолятор. И поэтому мы перешли вот к идеологии огонь батареи. Мы пошли идеология радиаторов. Развивать внутри ничего не надо. Поверхность. Кстати, и по поводу зольника. Зольник тоже имел определенное развитие вот в этих трех печах. Если в Булерьяне его нет, в Бутакове он уже появился. Но в Бутакове была тоже проблема с зольником. Он не был газоплотным. Это одно. Газоплотным. И там еще другая проблема была, которую мы уже мы не переходили к некой кинетике горения. Но видите, вот про любое изделие можно рассказывать бесконечно. Не знаю, про телефон, про кулер, про печку. Но это я на нее другими глазами смотрю. И люди, вот этих печек продано, что-то посмотрите, более 150 тысяч штук. Сколько клонов продано? Вот я попрошу Евгения фотографии клонов огонь батареи показать в быстром темпе. Это будет весело. Мне очень приятно. Огонь батареи, просто все ее погодят. Я в этом плане уже за рынком наверное даже не успею, потому что вновь открывающиеся производства печные. До сих пор происходит открытие новых печных производств. Потому что видят перспективу в этом рынке очень многие. И естественно смотрят на рынок на самые успешные изделия. Пытаются их воспроизвести, но пока к сожалению или к счастью никому не удалось не то, чтобы близко даже подобраться с теплотехнической точки зрения, но и с точки зрения дизайна это уж абсолютно точно. Ну да, если вот буржуйки делали все подряд, булерианы все подряд, бутоклоны все подряд, я знаю штук 30 попыток наверное скопировать огонь батарею. мне неизвестны схемы полного копирования ни теплотехнической схемы, ни внешнего вида. Это делаются такие, знаете как это называют, каргокульт есть определенные, когда самолет из говна палок делают, но похоже на самолет. Ну и говорят да это то же самое, да это то же самое. Ну не искушенный покупатель говорит, ну да, то же самое, на 500 рублей дешевле возьму это. Нет, нет, нет. Повторюсь, печка, что это очень простой предмет, в котором идут очень сложные процессы. Вот, да. Вот основой основой теплотехнической эффективной работы печи-огонь-батареи является такой вот элемент. Ну вот кто скажет, что это простой элемент, ну пусть меня чем-нибудь бросит там или плюнет в экран, да. вот этот элемент никто воспроизвести не смог. Я не говорю о российских производителях, его вообще он не аналогов в мире, но мне неизвестно. Вот. Это очень сложный элемент технологический. Да, это вот та самая трехмерная объемная штамповка, это вот, видите, тут ни одного ровного места-то нету, да. Почему это тоже? Тут даже грани разные, то есть если здесь просто у нас идет кривая, то здесь есть специальные не знаю даже как это, выступы, пусть это будет, это даже пазы, наверное. Женя, покрутил. Вот я думаю, что на ютубе вот этот элемент не очень-то его показывали. Да, я показывал, но уже на готовом изделии, но здесь у нас есть шикарная возможность посмотреть в виде заготовки, каким образом, во-первых, она очень тяжелая. Вот этот элемент. Да, это вот эти элементы вставляются с внешней стороны, фиксируются, затем происходит обварка роботом, да, да, это робот. Без робота это собрать невозможно, это вот изначально печь проектировалась под сварку роботизированную. Как мы уже немножко в теорию погрузились, видите, вот эта стенка, она изнутри плоская. Еще, видите, она вот имеет такую форму, давай сюда, а то все-таки пожалеем твоих штаны, мои это, поюзаем. Вот видите, вот это вот изделие, оно имеет вот такую характерную форму свода. Для чего? Для того, чтобы именно, мы с вами говорили, что идет не теплообмен конвекционный внутри топки, а излучение, мы просто вот как бы сделали свод благодаря тому, чтобы излучение от горящего топлива воспринималось под максимальным углом, как на экваторе, вот солнце светит вертикально, очень жарко, а когда в полярных областях солнце светит вдоль, это излучение то же самое, солнце от угля горящего, то уже хуже, поэтому мы постарались, чтобы печь имела форму свода. Я видел одну такую, одну из первых таких обезьянных копий, что ли, одного известного производителя, где он, ну, сделал печку вот так вверх ногами, как бы, тоже облигнутые вот так. Да, 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 очень забавно было. Да, но мы поржали, конечно, да, ну, наверное, он говорил неоднократно какой-нибудь великий изобретатель, там, как, ну, это нормально, но это соавторы, наверное, мои. Кстати, я вспомнил такое выражение, чем авторство отличается от соавторства. Знаешь, чем же? Нет. Чем пение, от сопение примерно. Вот так бы, да, то же самое. Ну, и вот это, я очень удивился, что люди без понимания, зачем это сделано вот так. Ну, сделали вот так, ну, как бы, огонь батареек вверх ногами. Рекомендую посмотреть и посмеяться. И, смотрите, о чем речь. Вот видите, вот тут щелочки. Вот, зачем они нужны? Ну, вот тут, наверное, можно посмотреть вдоль. Да, это немножко напоминает трубы. И, видите, если, посмотрите, вот мы говорили, что буржуйка, она одноконтурная. Вот в Бутакове и в Булерьяне, если смотреть трубы, разрез, там идет труба, потом стенка, труба, стенка, труба, стенка, то есть двойная теплоизоляция, два экрана относительно пламени, потом ноль, один вернее, да. И вот эти вот неэкранированные поверхности, что у Булерьяна, что у Бутакова, они дают вот это некомфортное тепловое излучение. Кстати, вот, если вы покупаете печь типа Булерьяна, мы рекомендуем, мы сделали ее в таком кожухе. Ну, чтобы снизить тепловое излучение, увеличить долю конвекции. Ну, это как-то вот немножко уже коровье седло, что ли, Булерьян в совершении своей простоте, но тем не менее, лучше вы покупаете с кожужками Булерьяна, это более комфортно. Мне передай, пожалуйста. Мы ее назвали щелевой конвектор. Вот. Почему? Потому что это, по сути, труба. Во-первых, труба, которая экранирует 100% топки, видите, двойной экран от огня идет. Вот здесь видно достаточно, я понимаю. Но вот здесь составлены щели. Опять расчеты, все там выкладки математические, можно посмотреть в наши статейки. Но смысл в чем? Что воздух, который проходит, нагреваясь по этим щелевым конвекторам, сюда идет вот постоянный подмес холодного воздуха. Вот здесь вот. И таким образом здесь садится такой горизонтальный вихрь, который очень хорошо перемешивает воздух. Если в трубных печах в какой-то момент, ну, я не знаю, я, конечно, упрощаю, создается такая тепловая пробка в трубе, то здесь этой проблемы нет в огонь батареи, потому что контур трубы разомкнули по одному краю, ну, тоже, опять же, утрирую, да? Да-да. И идет постоянный подмес холодного воздуха, и тем самым процесс этот не прекращается. И охлаждение, что самое главное, на мой взгляд, отличное решение. Почему? Потому что с точки зрения надежности отопительного прибора, его срока службы это огромный плюс. Можно говорить немножко про сок службы. Вот эти вещи напрямую коррелируют, что чем эффективнее охлаждается стенка печи, тем дольше печь прослужит. Вот у многих потребителей, видите, рынок очень консервативный, в отличие от, не знаю, рынка там телефонов, где мы ждем инновации какие-то, мы считаем, что есть такие кандовы представления, что главная толщина тогда печки не прогорит. Вот за 10 или более лет срока выпуска этой печи и выпущено ее под полтора 100 тысяч штук, не было ни одной печи, прогоревшей по материалу топливника. Вот просто не было. Я на форуме взывал ребята, покажите мне, пожалуйста, печку прогоревшую, прогоревшую нету. Более того, в этой печи есть интересное такое решение, чтобы, ну как бы бурьян говорит, зольная подушка. Вот мы в печи огонь-батареи, дрова лежат вот в такой корзине. Вот зачем она нужна? Но я подумал, что если там, где насыпаны угли, может прогорать что-то, да, ну зачем залу какую-то сыпать, непонятно. Кстати, в булерьяне вот из-за отсутствия зольника вот тут сзади печи скапливаются такие горы, не прогоревшие угли. Ну неудивительно, потому что вот там воздух не поступает, ну горение это экзотермическая реакция обязательно с окислителем, да, и кислорода нет, горения нет. Здесь гора не сгоревшего чего-то лежит, да. Какая роль выполняет вот эта корзина? Она защищает собственно стенки самой печи от прогорания от углей. Углей все-таки, древесный уголь это 1100 градусов. Раньше сталь плавили древесным углем, пока не было каменного, да, углежок была такая профессия. Это большая температура. И вот мы поставили такую сменную корзину. Ну я думал, что прогорит корзина, ну человек ее вытащит из печи и будет дальше в жизни радоваться. Вот. Мы положили на склад несколько тысяч таких корзин. Ждем. Два года пройдет и все будут менять. Вот прошло 10 лет, ну два раза поменяли корзину, потому что люди говорили, мы там антарцитом топили, еще там термоядом каким-то топили, ну в общем дайте пожалуйста, нате. Все, больше нет. Все эти корзины со склада вот утилизировали в серию. Есть другая еще вещь. Вот ты сказал про зольный ящик. У Булериана его нет, это плохо, неудобно, это плохая сервисная функция совершенно, да. У вот такого он есть, он негерметичный, это одно, в огонь батареи герметичный. Видите, тут есть еще одна штука. Вот колоснику люди привыкли, но на самом деле вот дрова, отдельная тема горения дров, вообще столько можно говорить, интересно, всякого разного, да. Смотрите, вот если мы говорим про отопительные печи с колосником, с колосником удобнее. Вытащил золу, высыпал и все, не надо там лазить и мараться, как поросенок в эту золу сажу, да. Колосник должен быть для удаления золы. Но ничего хорошего нет в горении, когда воздух подается в ядро закладки, дров. Почему? Потому что дрова это великолепный теплоизолятор, а сталь нет, как вы выяснили, да. Ну, домов деревянных навалом. Почему? Да потому что дрова великолепный теплоизолятор. Стенки, печи вот здесь, по бокам, а колосник дует в центр. И зачем мне греть вот здесь огонь, держать окруженной теплоизоляцией из закладки дров до стенок печи, которую мы должны охлаждать, тепло не доходит. Оно идет в трубу в чистом виде, да. Поэтому в огонь батареи есть такая хитрость. Когда мы переводим печь в режим длительного горения, под колосник воздух не поступает. Воздух поступает для горения по периметру, но значительная его доля, значительная. Там таким образом аэродинамическая схема проработана, что воздух идет только по периметру. И горение происходит, значительная часть горения по периметру печи. То есть там, где нужно жечь, там, где нужно тепло подавать на стенки, на радиатор. Вот таким образом. Это не просто колосник и корзина. Это еще и распределение воздуха для горения. То есть воздух будет подаваться именно в ту зону, там, где необходимо поддерживать горение. И опять же, этот воздух будет еще и решать проблему, ну не проблему, а задачу снятия тепла. Ну, горение идет возле стеночек, которые надо греть. Ну, что толку греть огонь и стенки теплоизолировав? Мы говорим, что это есть другой класс печей с теплоизолированным футерованным топливником. Это вообще другая тема, у нас такие печи есть. Допустим, одна из печей, вот, Визьера, известная. Вот там футерованный топливник, еще какие-то печи. Но это другая идеология, Это не хорошо, не плохо. Но есть такие вот некие потребительские стереотипы, которые наши блогеры, очень симпатичные ребята, они прямо вот количеством цитирования некой темы вот вбили всем голову, что это вот прямо чудесно, это хорошо. Вот есть такая штука, которая называется дожигатели в покупательской среде. Что они делают? Ну вот, при всей простоте горения дров, кажущейся простоте, горение дров очень непростой процесс. И может кто-то знает, но я скажу, когда мы об этом говорим, у дров есть две фазы горения. Так называемая пиролизная фаза и угольная фаза. Что такое пиролизная фаза? Вообще дрова, вот горящая дровина, если посмотрим, это напоминает собой газовую горелку. Вот посмотрите, дрова горят и такие вот язычки пламени. Что это происходит? И сравните с газовой конфоркой у себя. Картина абсолютно одинаковая. Что происходит? Газ и горит? Да, горят газы. Совершенно верно. То есть при поджигании куска древесины, доски, полена происходит, что содержащиеся в дереве пиролизные вещества, они нагреваются до температуры кипения, закипают, превращаются в газ, выходят наружу, тут есть температура, они вспыхивают. И потом, после того, как все пиролизные вещества выгорели, есть стадия угольного горения, когда древесный уголь чистый углерод. Всё, что там было в жидко-газообразном виде, оно улетучилось. Есть только углерод горит. Так вот, много есть всяких мифов, связанных с частотой горения. И я вот вижу тоже интересные блогеры разные есть. Меня везде банят, когда я комментирую, меня молча банят. Ты что-то нам малину это самое. Хотя я очень вежливый всегда. И я бросил это дело, не надо бороться с ветряными мельницами. И есть такая тема интересная, что говорят, а эти печи, это коптилки, это всё хрень. И говорят, видите, вот из них идёт дым чёрный какой-то. Ну, папу выбирают. КПД. КПД, ну, хоть там практически смысл в этом был. КПД низкий. Блогеры говорят, вот видите, в этой печке дым чистый, КПД высокий, всё сгорело вроде, а в этой печке, видите, её дым. КПД низкий. Ну, вот я не буду сильно там мозги тут пылесосить, что ли. Кому надо, это найдут. Посмотрите формулу расчёта коэффициентов полезного действия у дровяных печей. Вот там есть несколько компонент, которые снижают КПД в большем или, а, многие ещё интересно говорят, КПД оно. Да-да-да. КПД высокое, значит. Но это те люди, в основном, которые рассказывают про частоту дыма. В этой формуле, она там из нескольких компонентов состоит с минусами, на что тепло теряется. Вот на так называемый химический недожёг, вот в эти вот жиклеры, которые, жиклеры, которые подают вторичный воздух, приходится ну что-то типа 1,8%. 1,8%. То есть вот полторы дровины из ста вы потеряли с дымом. Ну вот стоит оно того или нет? Ну хотите, ставьте эти жиклеры. Речь идёт о чём? Вот у пиролизных вот этих веществ есть определённые температурные характеристики. Температура, допустим, конденсации. Температура, допустим, не знаю, там возгорания, кипения, да? Так вот, эти печи, они длительного горения. И в тех зонах, где стоят жиклеры, у Булерьяна, у Бутакова, у Огонь-батареи, вот когда они тлеют, условно говоря, и там, где стоят вот эти жиклерчики подачи вторичного воздуха, там нет условий для сжигания пиролизных газов. Но чтобы было горение, нужно два параметра. температура и окислитель. Окислитель подается, но температуры нужной там нет. И возгорание вот этих пиролизных газов, они могут работать, знаете, но в начальной фазе горения печи, когда температура есть. А когда она стоит, тлеет, ну это просто разбавляем дымовые газы воздухом. но потребитель купил, ему спокойно, хорошо. Вот. Ну, что мне позволяет на эту тему умничать, как бы здесь, я вам скажу, что вот огонь батареи, это, ну это моя печка такая, одна из, да, очень любимых, это первая российская печь, которая получила европейский экологический сертификат ЕН-13-240. Это самая-самая первая российская печка. Вот поэтому, когда мы ее проектировали, вот эти экологические требования, там главным образом лимитируется выброс монооксида углерода, СО, вот она соответствует евростандарту, она выбрасывает менее одного процента СО, поэтому эта тема мне хорошо известна, там роль джеклеров этих или нет, да. В прошлом году, пока экспорт был, мы, вот в большом нашем промышленном Новосибирске, по объемам экспорта мы стали вторым предприятием Новосибирска. Даже так. По объему экспорта зарубеж, да. Но ежегодно у нас в Евросоюз, ну небольшой, ну где-то 6 тысяч пещей у нас ездило в Евросоюз, ты знаешь, что мы когда-то вступали в НАТО, я помню, по заголовку. Да, да, да. Вот, ну, да, это изделие реально востребованы в каком-то, пусть не большом диапазоне, но востребованы. Эволюцию мы проследили, но мне интересно, что же все-таки будет дальше. Можно пойти по принципу улучшайзинга в плане дизайна, да, какие-то невероятные вещи делать, но с точки зрения все же оптимизации процессов горения и что, наверное, в современных условиях, вообще современный мир, наверное, ждет от любой отрасли, упрощение пользования. Можно ожидать что-то? Я бы хотел немножко завершить тему для «А зачем-то?» Вот такой вопрос, да. Типа, а что, буржуи-дураки, что они делают вот эти вот дожигания? Да нет, не дураки. Вот мы заговорили с вами про экологические коэффициенты, вернее, как это, экологические сертификаты. Вот в Евросоюзе 1% моноксида углерода. В Америке лимитируется выброс твердых веществ в пыли, там, 5,6 граммов в час. Здесь 1% в составе дымового газа должен быть моноксида углерода. Я вам хочу сказать, что, допустим, вот в Германии и Австрии действуют экологические сертификаты, но если вот, условно говоря, барьер, чтобы войти в Евросоюз, а мы туда вошли, это 1% моноксида углерода, то по стандартам так называемым BIMS V2, немецкие и австрийские стандарты, там этот порог так, в 9 раз выше. Там всего лишь, по-моему, 0,6... Вот если 1% ЕН сертификат, то по стандарту BIMS всего можно допускать моноксида углерода в составе дымового газа 0,16%, то есть это в 9 раз еще забор выше. Вот, да. Ну, я хочу сказать, что мы такой сертификат имеем. Ну, мы первые, единственные сегодня в России, одно из наших изделий, которое было поставлено цель соответствовать самым высоким экологическим сертификатам. Ну, я знаю, что вот у нас такой сертификат есть, экологический, больше ни у кого из российских производителей нет. Я знаю, один пытался, но что-то вот не слышно. Уже как бы два года где-то хотел получить. Вот. Для чего это делается? Для экологии. Вот мы с вами выяснили, что, дожигая газы, мы экономим, ну, полтора полена из сотни полен. Вот. Да, безусловно, должна быть некая культура экологическая, но, как бы сказать, все должно быть разумно. Вот. Вот и требования по дожигу газа, прежде всего, в Европе, в Америке, они экологические, потому что там еще и заводов грязных нет, и автомобилей грязных нет, и грязных производств нет, там каким-то образом утилизируется, да. Поэтому, вот это требование к дожигу газов, оно не имеет отношения к эффективности отопления, то есть коэффициенту полезного действия, вернее, минимально. Это один из самых маленьких. Там есть химический недожог, механический недожог, потери с температурой тепловых газов, вот, но вот химический недожог в дыме, это одна из самых маленьких-маленьких компонентов. Ну, хотите ритуально искать эти жиклеры, да, ну, поставьте себе вещь, но они не работают. Ну, 90% времени они работать не будут, да. То есть вы за них заплатите, а даже одного полена не сэкономите на этом, да. Кстати, интересная такая штука, вот, когда мы печку эту делали, огонь-батарея, это уже про эстетику. Ну, видите, здесь нет ни одного видимого сварного шва. В отличие от буржуек, булерьянов, бутаковых, которые вот испечлены все сварными швами, все внутрь, все внутрь, да, это одноконтурная печь, это не кожух декоративный. Вот, но это мне доставляло удовольствие некоторое делать, так, чтобы мне было приятно. Ну, да, эту идею вы обкатали на печах нормаль. Да, да, да. Это первая печь, которая была таким металлическим конвертиком, металлической коробочкой, сложенная, и вот чистенькая, красивенькая, без видимых швов. Есть, вот мы вначале говорили о работе, о том, о сём, да, есть один недостаток интересной работы. Время жизни очень быстро течёт. Вот, это вот прямо с собакой. Раз, и... Ну, за это короткое время жизни вы получаете гораздо больше эмоций, чем вот во всём остальном. Так а в чём смысл жизни? Ну, жизнь, путешествие, во времени так проезжаешь, там, виды красивые проплывают. Хорошо. Константин Евгеньевич, вы прекрасный собеседник, вы очень умеете говорить и делаете это красиво и с удовольствием. Почему у вас нет на Ютьюбе? Меня нет на Ютьюбе? Нет. Какой вопрос интересный? Ну, я пытался, но... У нас сегодня большая премьера. Я скажу, я чувствую себя всё-таки инженером, да, а не артистом разговорного жанра развлекательного, коего на Ютьюбе и без меня навалом, да. Я считаю, что интересны должны быть мои изделия, а не я. Вот. Кому-то я симпатичен, кому-то я не симпатичен. Ну, зачем я своей физиономии буду портить восприятие от моих изделий, да. Ну, я скажу так, что, наверное, вот свою значимость учёные как бы оценивают по индексу цитирования. Индекс Хирша есть такой, да. Вот сколько раз тебя процитировали, это... Вот, я великий учёный. Я ни разу, ты и никто. Вот. Артисты, наверное, по количеству повторений своих произведений или даже вот по количеству пародий. Ну, вот популярные артисты его много пародируют. Непопулярные его не пародируют. И поэтому я, наверное, скорее нахожу удовлетворение в том, когда я вот с чего начали беседу. Чем больше копий, попыток сделать копии моих изделий я вижу, а их очень много. Какие-то явные, какие-то элементы я вижу, какие-то там вот... Вот в этом, наверное. Ну, если ты скажешь, вылезти на YouTube, я вылезу. Буду говорить, наверное. Обязательно вылезайте, но только главное, чтобы это не превратилось в бесогон. Бесогон? Ну, можно бессонницу какую-то. Катерин Евгеньевич, вопрос вообще на засыпку, на самом деле. Огонь-батарея похожа на радиатор, да? И эта тема всплывает очень часто при обсуждении обычных бытовых радиаторов. Насколько при нагреве сушится воздух? Зимой. Зимой, да. Естественно, при отоплении. Вот из этих печей какая замечена вот в максимальном осушении воздуха? Ну, судя по твоей хитрой улыбке, я понимаю, что ты знаешь, что этот вопрос довольно провокативный, но тем не менее, он в огромном количестве голов, он бытует, что вот кирпичная печь воздух не сушит, а железная сушит. Вот электрический какой-то нагреватель воздух сушит, а вот батарея не сушит. И вообще, вот какая из печек воздух сушит? Зимой ужас, говорят. Я вот включил печку, воздух стал сухой, и как бы вот. Всем известна проблема. Более того, я даже видел где-то в одном из хозяйственных магазинов популярный, что продавец с брендированным там шильдиком объяснял, почему их радиаторы водяного отопления сужат воздух меньше, чем радиаторы конкурентов. Вопрос здесь вовсе не в печке. Вот. Сушит воздух, знаете, что зимой? Я это уже где-то говорил, сушит воздух открытая форточка, и больше ничегошеньки не сушит воздух. Дело в чем, что у воздуха есть такое понятие влагоемкость. То есть это, или можно сказать, это предельное значение абсолютной влажности. И она очень сильно зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем больше воздух в состоянии держать себе водяных паров, именно в виде пара. И чем ниже температура, тем меньше воздух в состоянии держать себе в виде пара. Кто в это не верит, выйдите, пожалуйста, зимой на улицу. И мы увидим, что вся влага, которая летом содержится в виде пары, растворённой в воздухе, она в виде снега, льда, иния и прочих твёрдого агрегатного состояния воды куда-то выпала. Она лежит в сугробах, она намёрзла там где-то. Вся влага выпадает. Почему? Потому что при снижении температуры воздуха его волгоёмкость падает на порядке. Я вот по памяти не сильно соврается, скажу, но, допустим, комфортная температура жилища 25 градусов, вот летом 25 градусов. Вот максимальное влагосодержание, абсолютная влажность, выраженная в граммах на метр кубический, по-моему, около 23 граммов. Вот когда 25 граммов при стопроцентной относительной влажности в воздухе растворено в кубометре 23 без копеек грамма воды. А при минус 25 градусах, что для наших с тобой широт совершенно нормально, в воздухе, за бортом там зимой, содержится что-то около полуграмма воды. Больше воздух не держит. Что происходит? Мы нагрели воздух печкой, но надо проветривать же воздух. И когда мы открываем форточку или окошко проветрить, мы запускаем с улицы в жилище бесконечно сухой воздух. Но это то же самое, что, представьте, мы живем на подводной лодке и открыли форточку. Моментально вся наша подводная лодка заполнится водой. Точно так же, когда мы открываем форточку зимой или вентиляцию, или форточку, или окошечко, или дверь, туда заходит забортный очень сухой воздух. И вот это абсолютное влагосодержание полграмма на метр кубический при 25 градусах тепла превращается в абсолютно сухой воздух. Вот об этом речь. Никакая печка не сушит воздух. Никакая. Сушит воздух открытая форточка зимой. Ну да, наглядный пример. Можно открыть зимой окно, внутрь в комнату будет заходить невидимый воздух, а с обратной стороны будет валить пар. Не пар, уже туман. То есть видимый пар, то, что мы в быту называем паром, это уже жидкое агрегатное состояние воды, это туман. Микрокапельки. Так что, уважаемые слушатели и зрители канала, никакая печка воздух не сушит, ни электрическая, ни кирпичная, ни любая из этих металличек, ни чугунная. Сушите воздух вы в помещении, открывая форточки. Ну или вентилируя, что нельзя сделать. Так что вот печки здесь ни при чем, радиатор. Печка сжигает все-таки воздух? Ведь ей же необходим воздух для горения. Ну вот вообще воздух сжечь нельзя, но кислитель. Ну хорошо, я так ухожу. Хорошо, все, я понял примерно вопрос. Вот эти мифы о сжигании воздуха печками, они на чем основаны? Значит, во-первых, мы уже сказали, воздух нельзя сжечь, это окислитель. Ну, кислород воздуха, это окислитель. Тут плавно можно перейти к такой теме, как жаростойкость. Стали, металла и есть такое понятие температура начала интенсивного коленообразования. Я тоже термин написал впервые в 2001 году, сейчас это вот отовсюду, мне приятно тоже. Смысл в чем? Что у разных сталей есть разная точка температуры начала интенсивного коленообразования. И жаростойкость, она измеряется в граммах. Вот. Каким образом это берется? Ну, на определенную температуру закладывается образец металла, жаростойкость стали или черной стали или чугуна, и металл нагревается выше температуры начала интенсивного коленообразования. И мы увидим, что этот образец металла, ну, стали для простого или чугуна, он будет покрыт вот таким рыхлым слоем окалины. Есть два метода измерения жаростойкости. Либо мы взвешиваем заранее этот образец холодный, затем можно либо взвесить его с окалиной, либо оббить окалину и взвесить вот этот оставшийся образец без окалины. Мы там увидим на весах интересное преобразование, что образец с окалиной стал тяжелее, чем мы его туда клали в печку, и без окалин он стал легче, за счет чего увеличивается масса вот этого образца или печки, которая эксплуатируется в реальных условиях, за счет кислорода, который вступил в химическую реакцию с железом. Вот это окалина, это разные виды оксида железа, и вот речь идет примерно об этом, что когда вы накаливаете изделие из металла выше температуры начала интенсивного калина образования, да, кислород воздуха вступает в реакцию с железом, и из воздуха оказывается химически связанным с молекулами железа, но не перекаливайте печи до температуры начала интенсивного калина образования, для черных стали это где-то 350 градусов, 400, для жаростойких стали это вот 750 до 1100, ну так что это фуфло, все, глупости полные. Продолжение темы окалина образования, сжигания кислорода, давайте перейдем непосредственно к металлам. В чем разница между обычной конструкционной сталью и невероятно крутой, разрекламированной многими производителями стали 0,9 Г2С. Вот прям котловая же сталь-то. Ну, для меня это является такой загадкой, я с удивлением смотрю, как многие производители в основном банных печей говорят, что наши печи изготовлены из стали 0,9 Г2С. Ну, по материаловедению у меня тоже, по-моему, пятерка была в институте, если посмотреть диплом где-то, пыль с ним вздуйте, скорее всего, там пятерка обнаружится, да. Вот на кафедре материаловедения много чего рассказывали в НЭТе ныне НГТУ. Вот смотрите, о чем речь. Вот рынок жесткий, надо конкурировать, да. И когда человек-покупатель приходит в магазин, говорят, с чего? Из черняхи. Ну, как-то грустно, да. А это что, жаростойкой? Ну, вот что-то очень дорого, да. И поэтому надо отдать должное предпринимательскому духу наших коллег-конкурентов. Они изобрели такую очень хорошую штуку, вот продвигать стали 0,9 Г2С. Вот. И для неискушенного обывателя, который пришел в печку, да, ну, чернуха звучит как-то так себе, да. А вот тот же самый обыватель, которому говоришь 0,8Х18, или 0,9 Г2С. Ну, это практически равновесные такие, умные звучания, да. Но покажите мне хоть кто-нибудь из тех, кто вот сейчас на меня гневно набросится, не знаю, с комментариями, что у стали 0,9 Г2С есть какие-то особенные жаростойкие свойства. Их там нет. Эта сталь специально создана для работах в условиях низких температур. она подвержена более низкому охрупчиванию за счет входящих туда лигирующих элементов. То есть, это такая же черная сталь, но благодаря содержанию вот некоторых лигирующих элементов, не будем головы заморачивать, она не охрупчивается на морозе. Ну, наверное, есть практический смысл для банных печей из 0,9 Г2С. В том случае, если вы будете хранить печку в морозильнике, она там точно не треснет. Другие достоинства я там не знаю, правда. Вот. Эта сталь предназначена для низких температур. Она более пластична. Никаких жаростойких свойств нету. Но если говорим про стали, что самые популярные из нескольких лигирующих элементов, которые используют для повышения температуры интенсивного начального коленообразования, это хром. Есть еще несколько элементов, которые влияют на жаростойкость стали. Но в основном это хром. И есть некое минимальное содержание хрома, после чего сталь считается формально жаростойкой или окаленостойкой. Но другие элементы, кроме хрома, на это не имеют никакого влияния. Они там повышают пластичность или там еще чего-нибудь от охрупчивания, как 0,9 Г2С на морозе. Но практического смысла там нет никакого. Сейчас все-таки наверное подытожим. Мы сегодня рассмотрели несколько печей, проследили эволюцию печкостроения на отдельно взятом предприятии и в том числе охватили абсолютно все ныне представленные на рынке формы печей, работающие по разному принципу, устройства имеющие разные. Казанина Евгеньевич, что дальше? Мы уже сказали, что не бывает никакого совершенства и не бывает никакого конечного элемента в развитии чего бы то ни было. Никто не может сказать, что история прекратила течение свое. Ну да, вот между вот этой печью и этой прошло 30 лет. Да. Между этой и этой прошло 20 лет. Нет, нет, ну так. Ну, нет, господи, лет 10 лет. 10 лет. 10 лет, да. Так. Ускоряемся, да? Будет, будет, скоренько, будет. Дорогие друзья, на мой взгляд, мы получили исчерпывающие ответы на то, какими были печи, к чему печи стремятся, и я думаю, что всем нам нужно будет подписаться на канал Форнаксфилм, потому что дальше мы однозначно еще раз встретимся с Константином Евгеньевичем для того, чтобы посмотреть на, что там у нас получится уже, пятого поколения печь? Шестого? Постараемся, да. Пятого, пятого, я думаю, пятого. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши социальные сети, заходите на канал компании TMF, потому что есть интересные материалы, которые будут в первую очередь интересно узнать из первоисточника, ну, а мы постараемся для вас все анонсы давать все-таки первыми и заглядывайте к нам почаще. Спасибо за приглашение, было очень интересно и длинно. И длинно. Спасибо.